Нравится вам это или нет, но надо признать, как минимум на Западе онлайн-знакомства стали абсолютной нормой в жизни современного человека. В приложениях для онлайн-знакомств или в социальных сетях многие знакомятся с гораздо большим количеством людей, чем в реальной жизни. Ведь действительно, в интернете познакомиться порой бывает гораздо проще, но и здесь есть определенные правила и свой этикет. А вот не запутаться во всех этих правилах нам поможет очень нужный для эпохи Тиндера специалист, эксперт по свиданиям и отношениям Сара Оливери. С нами Сара Оливери, мы у нее дома. Привет, Сара! Привет, спасибо, что пришли в гости. Что ты думаешь про приложения для знакомств? Обычно приложения для знакомств только усиливают тревожность людей, потому что они не приносят так уж много положительных эмоций. Потому что в поиске романтического партнера качество важнее количества. Даже если вы ходите на огромное количество свиданий, это еще не гарантирует, что вы встретите того самого. Но многие люди, тем не менее, ими пользуются, так что давай обсудим, как извлечь максимум пользы из них. Если мы говорим о гетеросексуальных парах, кто должен написать первым после мэтча? Не важно, кто напишет первый. Это может сделать любой. Главное, чтобы обе стороны были одинаково вовлечены. Подробно отвечайте на вопросы, а не просто «да-нет». И, конечно, важно задавать вопросы в ответ. А что по поводу первого свидания? Когда уместно его назначить? Стоит ли какое-то время сначала переписываться? Чем раньше, тем лучше. Потому что многие люди тратят слишком много времени, чтобы выстроить какую-то связь, общаясь в интернете. А встретившись затем вживую, разочаровываются. На первом свидании мужчина должен платить или все-таки счет лучше разделить пополам? Мой первый ответ – я не знаю. Я сама уже запуталась. Но своим клиентам, женщинам, я всегда говорю, что не стоит ставить крест на мужчине, который не заплатил. Но мужчины также должны понимать, если они не заплатят, женщины могут воспринять это как сигнал того, что в них не заинтересованы. Также это просто хороший тон, когда платит тот, кто пригласил. Как вежливо отказаться от второго свидания, если первое не очень понравилось? Отказывая, не используйте слово «извини». Вы как будто говорите «я знаю, что я тебе очень нравлюсь». Но на самом деле на этом этапе люди только узнают друг друга, и им просто хотелось узнать вас получше. Я бы написала «я, может, и рад бы снова когда-нибудь встретиться, но не в романтическом контексте». Как реагировать, если вам не отвечают взаимности? Конечно, это неприятно быть отвергнутым. Но важно помнить, большинство людей на планете вам не подходят. И дело не в вас, это просто закон природы. Посмотрите на это по-другому. Когда вам кто-то говорит, что вы ему или ей не нравитесь, это автоматически рано или поздно должно снизить ваш интерес. Да и потом, что на самом деле важно и имеет значение, так это то, что мы в первую очередь запрограммированы на любовь к самому себе. Сара, спасибо за разговор и ответы на все мои вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!